Венеция. Прекрасная Венеция. Замечательная столица на воде. Поражает всех туристов всего мира. Омывается Венеция водами Адриатического моря. Венеция водами Адриатического моря. Венеция водами Адриатического моря. Венеция водами Адриатического моря. По этой площади. Самый лучший способ начать знакомство с Венецией. Совершить водную прогулку на гондоле по гранд каналу. И конечно же побывать на прекрасной площади. В центре возле собора Святого Марта. Организация водами Адриатического моря. На этой площади всегда многолюдно и зимой, и летом, и весной, и осенью. Единственный вид транспорта здесь – это гондолы, водные такси. И в Апарето – водные автобусы. Мы попозже увидим их. Знаменитая башня, а это прекрасный дворец Дожжей. Главная площадь Венеции, пьяца Сан-Марко, на протяжении веков была главным местом сбора горожан. И по сей день гости всегда рады побывать на этой площади, посидеть за чашечкой кофе, полюбоваться окружающими прекрасными зданиями, среди которых дворец Дожжей и базилика Сан-Марко. Площадь имеет форму трапеции, которая расширяется по мере приближения к базилке. Замечательные здания вдоль Гранд-канала, лавочки, магазинчики. И, конечно же, все гости столицы, прекрасные Венеции стремятся купить изделия на память, маску венецианскую знаменитую или же изделия, украшения из милановского стекла. Из Константинополя еще в X веке в Венецию попали первые изделия из стекла. Они поразили местную знать. История мурановского стекла делится на четыре этапа стеклоделия в Венеции. Самый ранний этап с X по XII века, когда производство стекла находилось на самой ранней стадии и производилось стекло простое, незамысловатое для предметов быта в основном. А в XIII-XIV веках стеклодувы Венеции развили свою отрасль и занимали одно из ведущих мест в экономике своей столицы Венеции. Третий этап XV-XVII века – это рост мастерства и творчества искусства стеклоделия. Период, который позволяет Венеции освоить мировую торговлю в области стекла. В XVIII веке произошёл упадок. Венеция оккупируется Францией, и многие мастера уезжают из страны. И потихоньку утрачивается технология. Но впоследствии всё возродилось. И сейчас муранское стекло – самое знаменитое в мире. Как наши экскурсоводы говорили, что многие сейчас научились подделывать муранское стекло, особенно китайские производители. Но есть одна хитрость. Китайские производители не научились изготавливать розового стекла и пурпурного. Потому что на это нужно очень много дорогих ингредиентов. Вернувшись назад, хочу сказать, что всё производство стекла переведено было на остров Мурана. Отсюда и название знаменитых изделий из стекла – муранское стекло. На острове Мурана своё правительство, своя собственная монета. И уже с 16-го столетия Мурана становится одним из любимых мест отдыха богатых жителей Венеции. Здесь строятся виллы, устраиваются фонтаны. А мы находимся вновь на площади Святого Марка. Знаменитая площадь. Готические здания. Знаменитые колокольни. Прекрасные кафешки, расположенные на улице с прекрасными музыкантами, где можно выпить замечательный кофе. Сейчас мы смотрим на фасад дворца Дожжи, который выходит на библиотеку Марчана. И мы замечаем с вами розовое здание. Это колокольня, часовая башня в Венеции. Напротив неё располагалась ещё одна колонна, и между ними Дожжи, где проходили казни смертничков-преступников того времени. И именно из-за этих неприятных историй Суеверные жители в Венеции до сих пор предпочитают не проходить между ними этих розовых колоний. Считается, что это может принести неудачу. Но туристы этого не знают. Все мы проходим, влюбимся прекрасными каналами замечательной Венеции. На знаменитые каналы Венеции можно полюбоваться в путешествии на гондолы. Это своеобразное такси этой прекрасной столицы. Посмотрите, какие милые улочки. Много гондол. Весь водный транспорт в Венеции функционирует только на главной улице. Главной улице на Сжан-Санале. Хочу сказать, друзья, очень много вот сейчас здесь рядом беженцев с Украины. Семьи вместе. Вот мы катаемся здесь, смотрим, любуемся красотами в Венеции. В прошлом году каналы почти высохли. В этом году вновь. Водное такси работает. Каналы полные воды, и, как вы видите, вашему вниманию знаменитые изделия из муранского стекла. Протяженность знаменитого Гранд-канала 3800 метров. Ширина от 30 до 70. До встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok